САВЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ Танцами и добрыми словами встречали гостей воспитанники Савинского детского дома-интерната. Сегодня здесь проживают почти 200 детей, примерно четверть из них – сироты. Организован детский дом в 1974 году и уже 45 лет здесь помогают особенным детям. Огромное спасибо за такую работу. У нас с вами впереди много-много новых задач, потому что время не стоит на месте. Очень много задач с нами, перед нами и Федерация. И сами мы понимаем, что наши дети должны жить уже по-другому, в лучших условиях, лучше организованной нашей должна быть работа. Они должны быть у нас готовы к выходу в самостоятельную взрослую жизнь. Поэтому для нас это большие и легкие задачи. Но я думаю, что с таким коллективом мы обязательно справимся. Услуги медицинские, педагогические, психологические и трудовые. Здесь все направлено на повышение коммуникативного потенциала детей. Так, благодаря слаженной работе коллектива, ежегодно несколько воспитанников детского дома вместе со своими сверстниками садятся за парты в обычной школе. Находясь в стенах дома-интерната, наши дети получают образование, начальное образование непосредственно у нас в учреждении. А также у нас шесть учеников ходят в Савинскую школу получать уже образование с пятого класса. Затем шесть учеников у нас ходят в Семеновскую школу, это вот с первого сентября уже с восемнадцатого года. Затем у нас тринадцать студентов получают образование в строительном и промышленном техникуме. За сорок пять лет работы дом-интернат выпустил более полутора тысяч человек. На празднике вместе с гостями были и выпускники. Я очень благодарна, что они меня учили, воспитывались. Они очень золотые сотрудники, любят меня, уважают меня, учили меня, всему учили. Работа в учреждении ведется по разным направлениям. Большое место в реабилитации особенных детей занимает медицинская часть интерната. Она обслуживает всех. Цели реабилитации – это несколько не медицинские цели. Это цели адаптировать ребёнка в обществе, чтобы он мог существовать в обществе. И мы для этого прилагаем все усилия. И наша основная цель – это сохранение его физического и психического здоровья. Все дети с удовольствием ходят на ипотерапию – метод лечения посредством верховой езды. Метод улучшает двигательные функции. Ребёнок становится менее скованным и более общительным. Очень радостное событие для нас, что детей-сирот наших начали забирать домой. То есть дети обретают семьи. И очень радует, что из числа наших сотрудников учреждения, вот уже за 2018 год, 9 наших сотрудников приняли в свою семью наших воспитанников. И это очень радует. Чего обычный ребёнок достигает за недели и дни, здесь может отрабатываться месяцами, а порой и годами упорного ежедневного труда. Люди, работающие в Савинском доме-интернате, не понаслышке знают, что такое терпение. Именно они шаг за шагом открывают детям окно в большой взрослый мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова